Это же лобно-височная эпилепсия! Детям элементарно не хватает родительского тепла. Вот чисто моя отработка. Мы за вас ничего делать не будем. Это настоящая мама. Муж там просто для того, чтобы проплакаться. Они проводят свои эксперименты. Блуждаем в трёх соснах, а нужно именно в яблочко попасть. Другие специалисты вообще не нужны. Ушли наши судороги, которые её с ног сносили. Как это их ребёнок вышел из заболевания? Нет, 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 вы всё придумали. Это всё неправда. Да, классно! Сегодня у нас необычное интервью. Оно счастливое. Сегодня мы расскажем о ребёнке, который вышел из ДЦП и из эпилепсии. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте! Расскажите про себя, про свою дочь. Как у вас всё начиналось? Ну, из-за чего, может быть, знаете, возникло? Ну, узнали, из-за чего возникло. Благодаря команде инфодайверов. Истинную причину. А так, естественно, не знали. И тоже ходили по врачам. Вот это вот всё дело было. Беременность очень легко проходила. Очень я активная была. И на море ходила. Ну, в общем, себя так не берегла. И в походы мы с мужем ходили. Ну, то есть всё было классно. И ребёнок развивался хорошо, внутриутробно. Ну, то есть придраться не к чему. Ребёночек всё хорошо. Я её видела сразу, вот как её достали. Я на неё посмотрела. Ну, розовенький, обычный ребёночек. Ни синюшности не было, ничего. И, в принципе, первые несколько месяцев тоже было всё хорошо. В плане того, что, ну как, мозг изначально мышцы расслабляет. А потом, когда ребёнок начинает двигать, сначала движение хаотичное, а потом уже концентрирует и мышцы немножко в тонус приводит. Так вот, когда началось вот это приведение мышц в тонус, мы заметили асимметричный тонус. Что ручка правая зажата, ножка менее активна, чем левая, ножка правая. И тогда начались вопросы. Но в роддоме смотрела невролог. Мы сходили к ортопеду на плановый приём. В общем, все плановые приёмы, всё было хорошо. Ребёнок развивался в сроки. Никаких задержек не было. Ну, то есть в плане держать головку, там, ну такое. Потом, вот, сходили к ортопеду, он говорит, ну это асимметричный тонус, он может быть. Если не пройдёт к месяцам 5-6, тогда уже бейте тревогу, идите к неврологу. Но мы не особо любители ходить по врачам. Как бы видим, развивается хорошо. Ну асимметричный тонус пройдёт. Массажики дома сами делали, как-то на ручку это внимание обращали, игрушки понавешивали. А потом, вот, когда сходили к неврологу в месяцев 5-6, она сказала, где вы были раньше. Да вам с 4 месяцев нужна была активная реабилитация. ДЦП не ставила, потому что, говорит, этот диагноз ставят после года. Когда уже точно понятно, когда уже можно МРТ сделать, посмотреть, что у ребёнка с головным мозгом, как дела обстоят, и можно делать выводы. Ну, поставила, предположительно, гемепарез. Они все ставят неврологи пирамидную недостаточность деткам. Как бы поражение центральной нервной системы – пирамидная недостаточность. Это ребёнок на цыпочке становится, немножко тонус увеличен. Только у нас он был асимметричный. Мы поехали в Херсон, я сама из Херсона, Украина. Там сделали МРТ и, во-первых, сделали УЗИ. И уже на УЗИ увидели изменения. То есть у нас ещё и аппараты УЗИ не видят вот этих всех вопросов. То есть аппарат УЗИ не увидел кисту 8 сантиметров. То есть головушка ребёнка маленькая и целых 8 сантиметров. Я говорю, как так? Ну, аппараты слабенькие. Ну, то есть какой смысл вообще туда идти? И вот после УЗИ нас отправили на МРТ. Естественно, МРТ делается под общим наркозом. А препараты для наркоза, они потом дают откат по навыкам у ребёнка. Но мы согласились, нам нужно было узнать, с чем мы имеем дело и как дальше нам идти. Сделали МРТ. Вот расширены желудочки и кисту мы увидели чётко. Это киста постинсультная. То есть когда-то у неё был инсульт. А кто? Неврологи не могут дать точного ответа, когда именно этот инсульт возник. И вот началось вот это вот всё дело. Я приехала в Феодосию. Сразу созвонилась девочкой. Я уже поняла, что да, ДЦП. Хоть и гемипорез считается лёгкой формы, потому что только одна половина тела. Но сопутствующие в плане такого, как эпилепсия, может быть. Я уже была этим напугана. Но тут ещё такой момент. В 6 месяцев мы пошли в бассейн, вот как невролог назначила. И там девочка, видимо, у девочки образование, не буду говорить какое, я не знаю точно, но поступило как бы не очень хорошо. Она её проныривала. Проныривала под водой, держала там подолгу. А я говорю, нет, не надо, что вы делаете с моим ребёнком? Она говорит, мы не топим детей, мы развиваем рефлексы. И вот мы два раза в бассейн сходили, и у Вероники начались подкатываться глаза. Вот я её после бассейна принесла домой, кормлю. И смотрю, глазки вверх по секунде подкатываются. Я так думаю, что что, может устал ребёнок, может ещё что. А потом я поняла, что это очень часто происходит. Прям вот при каждом кормлении я замечала такое. После каждого просыпания тоже такое было. Я сразу мужу говорю, это какие-то эпилептические проявления, потому что такого у здорового ребёнка быть не может, надо что-то делать. Ну, муж, как обычно, нет, нет, у нас здоровый ребёнок. Это всё я вот в игру играла такую, что давайте ещё и в эпилепсию поиграем, давайте вот ДЦП, ладно, хорошо. Потом к остеопату съездили, и судороги. Вот было подёргивание ручки, потом добавилось вот сгибание туловища вперёд, то есть как книжечкой складывалось. То есть судороги ухудшались и ухудшались. Это подтверждалось на энцефалограмме, там была эпиактивность в лобно-височной доле. И, кстати, вот лобно-височная эпилепсия. Я думала, что абсансная эпилепсия, есть ещё такая штука, это более такая попроще форма, которая может к 3-4 годам пройти самостоятельно или на приёме препаратов, как бы это просто закатывание глазок или подвисание. Но так как у нас добавляется ручка и идёт ухудшение в этом плане, как бы врачи уже назначают противосудорожные препараты. Я по образованию провизора. Я знаю, что такое медицина, что такое препараты, особенно противосудорожные. Они просто гасят электроактивность мозга. А электроактивность, она как раз-таки участвует в познавании новых навыков. И вот ребёнок, получается, когда принимает противосудорожные препараты, он останавливается в развитии. И, допустим, если научить ребёнка до приёма препаратов обучить чему-то, можно было за 2 дня какому-то мелкому навыку, при приёме препаратов на это уйдёт неделя. И нужно пахать, пахать, чтобы ребёнка к чему-то привести. Мы отказались от приёма препаратов, съездили к остеопату на один приём. Было такое подвисание, вот не просто закатывание глазок, а подвисание на секунд 8. Я вот тоже вам видео скину потом. Подвисание, ну как бы ручка идёт, и на секунд 8 она застыла. Она потом улыбается, то есть выходит из судороги, ей не больно, ничего. Она улыбается и дальше продолжает заниматься теми делами, которыми занималась, то есть они её не вырубают. Потом судороги начали ухудшаться в плане того, что вот она начала вставать, и это стало очень травмоопасно, потому что если она стояла, она падала, она билась лбом, ну в общем её надо было просто постоянно ловить. А вот по времени судороги были после каждого просыпания, особенно после ночного сна, вот чем длительнее сон, тем сильнее судороги. Они длились, может даже с зимы, с этой начали уже по 30-40 минут после просыпания. То есть в эти 30-40 минут, конечно, это не каждые 10 секунд, но вот, допустим, первую минуту, это судороги идут каждые 15 секунд, каждые 10-15, потом чем дальше, тем увеличивается расстояние между судорогами. Ну то есть её там раз в минуту дёрнет, вырубит и дальше пошла. Ну вот я наблюдала, я просто считала. Но потом мы с мужем понимаем, что медицина здесь не работает, потому что если начинать принимать противосудорожные, их нужно принимать где-то лет 5-10. Потом пробовать отменять препарат. На отмене процентов 80 судороги возвращаются, и потом этот препарат, на котором были, уже не работает, а подбирают препараты действительно экспериментально. Назначили – не подошло. У меня просто есть девчонка, у которой дочка тоже с гемипорезом, они на год младше Вероники, им сейчас где-то месяца 8. Уже они перепробовали противосудорожных, ну так, по наименованиям штук 5. Уже и гормональное лечение прошли, и в уколах, и потом в таблетках месяц. Девчонка очень сильно располнела на гормональном лечении. Ей надо двигаться, ей надо развиваться, она не может из-за веса. Почему-то сейчас в современном мире принято отрицать работу с кармическими историями, с прошлыми какими-то воплощениями. На самом деле это является первопричиной именно серьёзных заболеваний, именно то, что скрыто у нас в подсознании. И медицина отталкивает эти все учения, и всю эту информацию пытаются заменить её лекарствами, таблетками, и тем самым они проводят свои эксперименты, и которые очень часто не являются успешными. А именно когда мы работаем с подсознанием, именно когда оттуда достаем те первопричинные события, которые повлияли на формирование болезни, именно это даёт результат. А так как с нашей формой эпилепсии, вот лобно-височная, это не абсансная, вот я думала, что абсансная, а лобно-височная, это нам невролог сказал, что это одна из опасных форм эпилепсии, которая потом может перейти в синдром Веста. Синдром Веста — это очень серьёзно, вот прям вот такие сборы миллионные на лечение синдрома Веста некоторые детки собирают, вот родители. Или же может быть в таком же режиме ухудшаться, ухудшаться, а потом шибанёт какой-то приступ генерализованный, который уже как электричество, как убивает клетки мозга. И ребёнок из-за этого теряет навыки, из-за вот этих больших приступов, и потом надо опять ребёнка восстанавливать. То есть препараты нужны для того, чтобы не было вот этого генерализованного приступа. Как бы эти приступы нам не мешают жить, как бы пока живём, но вот. А расскажите, вот перед консультацией, ну, самые такие проявления были яркие, ну, судороги там, поскольку длились, чтобы было понятно, до чего вы дошли, и потом как бы обратное развитие. После каждого просыпания по 30-40 минут, иногда по часу, иногда было не только после каждого просыпания, вот у ребёнка один сон ночной и два дневных, то есть это уже три серии. Но ещё было по две, по три серии в день, в период бодрствования. Ещё могли быть единичные такие подёргивания. Ну, это не подёргивание, это просто она бежит, её рубануло, она упала. Это всё вот внезапно происходит. Один раз — и всё. Ну, вот было по 7 серий в день, вот таких по 15, по полчаса, по 40 минут и больше. И ещё плюс единичные. Потом у нас добавилось к этому ещё повороты головы вправо. И я почему испугалась? Потому что очаг эпилептический у неё в левом полушарии, а поворачивает голову и уводит глаза, она вправо. А ребёнок обычно при приступах эпилептических ведёт глаза в ту сторону, где находится очаг. И я думаю, блин, наверное, вот оно начинает ухудшаться, вот то, что начало голову поворачивать в ту сторону. Ну, я думаю, ладно. И вот до консультации были по 7 серий, вот как я говорила, ну, много-много. И мы уже решили обращаться куда-то вот в эти дела. И я, если честно, вот думала обращаться к гипнологам. И вот женщина мамина одна знакомая, она скинула ссылку на сайт и сказала, вот ребята намного круче гипнологов. Я почитала, думаю, блин, всё. Я даже не сомневалась мужу сразу, ну что, когда консультация? И вот 8 марта мы первый раз написали заявку. Я правильно понял. То есть где-то с 9 месяцев начинались приступы, и они всё усиливались и по времени, и по частоте, да? Нет, приступы с 6. Приступы с полугода, и вот год и 8 они прошли. То есть год и 2 были приступы. Но они сначала были маленькие, короткие, а потом всё чаще и продолжительные, правильно? Сначала были маленькие и не то, что короткие. Сначала закатывание глаз, потом добавляется ручка, потом добавляется складочка тела, потом её рубит, что она вот падает при этих судорогах, потом добавились повороты головы, и вот усугублялось не только по длительности, но ещё и добавлялись другие части тела. Ну вот вы заявку написали, что дальше? Да, сразу на следующий день пришло видео, всё, и очень интересно было слушать. Я не скажу, что я была в шоке. Ну вот сказал Андрей, что у мужа полное принятие ребёнка, и Вероникин вопрос идёт по моей кармической истории. Вот чисто моя отработка. Муж там просто для того, чтобы проплакаться, ну грубо говоря. Потому что, исходя из видео, посмотрели, что ребёнок, продолжительность жизни должна была быть короткая. И ещё вот такой момент тоже интересный. У меня образование провизора выше, это, ну считайте, вот медицинское образование. А по кармической истории моя душа в прошлом воплощении была… Врач работал с детками-олигофренами. И его методика, методика этой женщины-врача была неэффективна. И был конкурент, и она видела результаты, которые были у конкурента. И, естественно, там пошёл набор всяких негативных эмоций, как зависть и тому подобное. И вот Андрей тоже говорил, звучит одна фраза, «Мне бы хоть одного ребёнка вытянуть». И вот получается в этом воплощении моей душе вот такая задача, «Мне бы хоть одного ребёнка вытянуть». Я делала эти практики, радикальное прощение, делала с огромным удовольствием, каждый день наблюдала результаты по Веронике, по своей работе. И вот, кстати, Андрей, после работы, после первой консультации, Андрей сказал, что через две недели вы заметите первое изменение. И ровно через две недели консультация была вот 8-го числа, ровно через две недели, это был понедельник, и в понедельник через две недели Вероника сделала своих первых 3 шага. До этого она только вставала у опоры, неуверенно пошатывалась, ну так, могла попрыгать немножко, ну вот и пошли первые 3 шага. Мы, конечно, были удивлены, потому что вот настолько точно всё было. И до этих двух недель ещё были моменты по ручке. Руку она задействовала очень редко, и если есть предметы, которые удобно взять, ну как взять, взять левой и переложить в правую. Она это делала. А здесь она прям перекладывает с левой руки в правую печенье, берёт левой второе, и вот так одной рукой второй кушает. И мы смотрим, ребёнок в машине сидит, а мы это в дверцу заглядываем, она ест печенье правой рукой. Но нам, конечно, очень удивительно было это видеть. Она молодец, вот прям пошла в развитие, это запустило наше развитие. А до этого правая ручка как была? Там в кулаке сжата всё время или как? Да, до этого практически всегда в кулаке. Если есть какая-то интересная игрушка, вот удобная, она могла ею поиграться вот как-то... Обычно это тонкие какие-то магнитные конструкторы, которые очень удобно взять не до конца раскрытыми пальчиками. Сейчас она уже хлопает в ладоши, она полностью раскрывает руку, и у неё получается именно хлопок. Вот по ладушкам можно сделать выводы, насколько ручка восстановилась. Раньше просто сжата в кулачок, вот она второй ручкой хлопала. Сейчас раскрывают уже руку и со звуком. Так, ну хорошо. Как постепенно пошли изменения? Изменения. Вот была одна консультация. Изменения пошли, что она начала ходить три шага, потом быстрее, быстрее. И очень, ну вообще молниеносно там ребёнок просто превратился в здорового ребёнка. Мы даже не успели заметить, знаете, вот как так и было. Как будто этого всего не было. Она начала ходить, и тонус в ножке немножко ослабился. Я сейчас не делаю массажи, так как были приступы, мы не занимались физически ничем. То есть это можно отследить вот чисто работу инфодайвера, потому что вмешательств, извне не было. Очень часто родители детей считают, что если они работают с инфодайверами, то другие специалисты вообще не нужны. На самом деле дети абсолютно все разные, и у всех совсем разные картины в подсознании. Бывает так, что мы только выдаём информацию, а дальше требуется реабилитолог, дефектолог, логопед, массажист, остеопат, кто угодно. И мы об этом говорим родителям. И никогда нельзя работу инфодайвера заменять, например, нами медицину или психологов, или ещё что-то. Нет, ни в коем случае. Мы работаем на результат. И если на результат нужен врач, нужна реабилитация или нужна медицина, значит мы говорим, нужна медицина, и тогда, пожалуйста, кроме нашей работы подключайте. Но бывает так, когда мы говорим, нет, в данном случае медицина будет бесполезна, более того, она может нанести вред. И тогда родители прислушиваются к нам. В случае с Вероникой другая помощь не требовалась, достаточно было нашей работы. Когда мы заказывали консультацию, у инфодайверов ещё не было методик, по которым работать с эпилепсией. Как бы Наташа мне писала, что мы ещё пока не знаем, как с этим работать. Поэтому, ну я думаю, какие-то вопросы мы решили. И я очень надеялась, что... Ну, даже была такая уверенность, что Вероничка, думаю, будет первым ребёнком, которого ребята вылечат эпилепсию. Я смотрю, Наташа так уверена в себе. Она вот прям писала, писала, вот мы блуждаем в трёх соснах, а нужно именно в яблочко попасть. Вот это мне, конечно... В плане судорог работали полтора месяца. Вот Наташа написала, там с понедельника пиши мне каждый вечер, как у Вероники дела. И вот я писала полтора месяца каждый день. С какой периодичностью работали, я не знаю. Но я думаю, это было... Или каждый день, потом через день, потом через несколько дней, потому что ситуация улучшалась. Но вот знаете, то улучшалась ситуация, потом после улучшений, вот уже сократили где-то недельки через три, через четыре сократили судороги до 10-15 минут после просыпания. И даже было такое, что по пять минут. И после такого наступали ухудшения. Таких моментов было два раза, что выводят ребята до 10-15, до пяти минут, и на следующий день хуже, и опять неделя ухудшений, потом опять вырабатывают, вырабатывают, опять лучше, и потом опять ухудшения. И потом Наташа пишет, с кем спит ребёнок. Я говорю, с рождения, сама в кроватке, у нас совместный сон никак не получается, потому что не высыпаюсь ни я, ни ребёнок. И тут Наташа пишет, с кем спит ребёнок, ей не хватает телесного контакта. Или попробую совместный сон, ну и плюс ещё больше внимания, как обнимашки там разные, поцелуи, вот такое. Я попробовала сразу же в этот вечер уложить её, укачать на руках, как бы побыть с ней, вот телесный контакт, потом переложить в кроватку. И как только дочь увидела, что я нарушила её вот эту последовательность действий, что нужно в кроватку, там киса-игрушечка лежит беленькая, на луну посмотрели и спать. А тут я её качаю, она не может понять, почему в кроватку не идём. Начала психовать, истерика была, еле успокоила, думаю, нет, совместного сна у нас не получится, а обнимашки вот всегда... При нашей работе мы очень часто сталкиваемся с тем, что детям элементарно не хватает родительского тепла, материнского тепла. Как правило, ну так принято в нашем обществе, детей укладывают спать в отдельные кроватки, даже в отдельные комнаты, у детей есть отдельные комнаты. Всё устроено так, чтобы родителю было удобно, чтобы родитель мог выспаться. Но не думают о том, что ребёнку не хватает, вот именно не хватает тепла. Когда ребёнок спит с мамой, ему спокойно, у него сон ровный и спокойный, ему тепло, мама рядом. Даже животное вынашивает своего ребёнка год на себе. Но у нас почему-то на это всё смотрят по-другому. Ребёнка приучаем жить по расписанию с детства. Нас даже обучают кормить по часам. Когда мы родили ребёнка, нас обучают кормить по часам, гулять по часам. Всё по часам, всё рамки. А где тепло, где человеческое, материнское тепло? Это всё блокирует развитие чувств у ребёнка. А потом мы удивляемся, что в итоге у нас получаются биороботы. Я никогда не думала, что я не додаю ребёнку. Всегда было внимание много, и книжки читаем, и обнимала всегда. И вот любая минутка, я как бы с ней. Но как будто открылось какое-то вот каналы, чтобы энергия от меня шла к ней. Как Наташа написала, что нужно больше телесного контакта, я вот прям от неё не отходила. Я её постоянно обнимала, целовала, зажимала. И кушала она у меня на руках, а не в кормёжном креслечке. Вот. И сразу же на следующий день уже уменьшилось. Ещё на следующий день лучше. Причём Наташа вечером пишет, завтра будет ещё лучше. Я говорю, я знаю. И на самом деле завтра ещё лучше. Я пишу Наташе, вот всё, как вы говорили, сегодня лучше, чем вчера. Она говорит, через день-два заболевание выключится. Я думаю, как? Как это выключится? Это же лобно-височная эпилепсия, это же самое опасное. Сначала ушли дёргания ручкой. На следующий день... Дёргания ручкой – это вот самые такие сложные, у которых много серий, которые её вырубали. И остались вот только повороты головой немножко. И на следующий день уходят вот эти повороты головой. То есть всё, как Наташа написала, через день-два заболевание выключится. И вот на второй день ушли наши судороги, которые её с ног сносили. Вот. И сейчас уже неделя, всё чисто. Ну, иногда мне то ли кажется, но мысли отгоняю, потому что смотрю... Нет, показалось. Ну, уже год в судорогах таких. И то, что я их считала, и я этим жила, ну, грубо говоря. Поэтому сейчас неделя уже всё чисто, никаких проявлений. Очень часто сами родители притягивают к себе заболевание ребёнка. Они после нашей отработки не могут привыкнуть, как это их ребёнок вышел из заболевания. И ещё некоторое время продолжают прямо в прямом смысле ожидать, ожидать приступа, бегать с лекарствами, уколами, наготове. Потому что у них выработался уже у самих родителей вырабатывается инстинктивная реакция на то, что ребёнок сейчас вот должно что-то случиться с ним. И после нашей отработки родителю в первую очередь нужно изменить себя и поверить себе, что они находятся уже на другом уровне осознанности. Родители должны не забывать, чтобы именно перейти на этот новый уровень осознанности, они должны реализовываться и должны найти себя. Вообще за эти три месяца работы с инфодайверами ребёнок очень поменялся, она просто выросла. Она реально, вот этот ребёнок просто стоял у опоры, а сейчас она уже ходит, уже пытается бегать, уже встаёт без опоры сама, вот с ровного места. Это она ползла до опоры на четвереньках и вставала, а сейчас уже с ровного места встаёт. Ей всё интересно. Ну, я даже не знаю, как объяснить, но просто как у обычного ребёнка. Ну, вы знаете, мне было отчасти интересно играть в эту игру, потому что когда начались вот эти бесконечные массажи, я думаю, ну всё, наверное, моя работа в аптеке окончена, как же я туда пойду, график мне не подходит. На самом деле мне просто не хотелось туда возвращаться. И вот ребята во втором видео, на второй консультации сказали, что у меня идёт вторичная выгода по работе. Я не выйду на работу, я буду заниматься больным ребёнком. И вот сказали, что и со здоровым ребёнком можно тоже не выходить на работу и сидеть дома. И, кстати, вот ещё изменения пошли с моей реализацией. На второй консультации сказали, что сейчас прогрессы у ребёнка уже через осознание и боль не идут. То есть осознание и боль — это принятие, анкеты радикального прощения. Сейчас нужна реализация. А у меня было настроение, что как бы всё, я сижу дома, я тяну ребёнка, я занимаюсь массажей, какие-то секции, в планах реализовать себя. Вот вообще мысли не было. И также не было жизненной энергии, не было сил. И я сейчас понимаю, что я могла дать ребёнку без жизненной энергии. Энергию и жизненные силы дают интерес. Интерес через действие. И как только мама осознала, начала реализовываться, у ребёнка пошли результаты. А до этого мама его держала на своей вторичной выгоде. Когда ребята вот это сказали, что реализация нужна, я до этого много практик делала. И делала ещё практику зеркала. И вот я говорила в зеркало, что я стройная, я красивая, я люблю себя, вот как Наташа учила. И поделала неделю, что-то один день пропустила, или вечер. Думаю, потом заново начну. И попадается мне информация о марафоне. Ну, марафон «Спорт и питание». И я как-то вот легко туда пошла, думаю, да, надо идти. И месяц прошёл, и марафон разделили там первое место с девчонкой, их сотрудницей бывшей. В общем, и честность я проработала этим марафоном, потому что со мной поступили нечестно, и ситуацию мне эту пришлось принять. Вот тоже Андрей в консультации говорил про работа честности зеркалом. И я именно в зеркало говорила, что я честная, я стройная. И по итогу, к концу марафона, я честная, стройная. Меня пригласили на работу фитнес-тренером. Я сейчас пошла обучаться, меняю специальность, получаю диплом и сертификат по физической культуре. Вот, то есть я начала играть в игру «Здоровая мама, здоровый ребёнок». И очень мне эта игра, и мне даёт энергии, и дочка вот как-то идёт в развитии. Ну, то есть классно. Ещё такой вопрос. Ну, вот вам рассказали про инфодайвинг, вы там посмотрели. Как поверили в это? Там уже были какие-то результаты? Я поверила в то, что это для меня было очень важно. Посмотрели вот видео Наташи, как она рассказывает об инфодайвинге. И она говорит, мы за вас ничего делать не будем. Мы дадим вам направление, подсказки, а вы работаете. Вы принимаете помощь, вы делаете. Есть результаты. За вас мы работу проводить не будем. Да, можем порешать кармические вопросы, что в наших силах. Дальше ваша работа. И вот мне нужен был этот толчок. Классно, мне понравилось, что как бы никто гарантии не даёт. Но вы ответственны за своего ребёнка. Если вы хотите реализовать себя, хотите развиваться, вернее, если хотите, чтобы ребёнок поправился, делайте это. Вы делали все практики. Какие наиболее эффективно считаете? Наиболее эффективно зеркало, конечно же, принятие, проработка вопросов, разговор с душой тоже вот мне так понравилось. Можете рассказать, как это происходило? Практика общения души с ребёнком, с душой ребёнка. Это просто вот когда муж был на сутках, потому что когда муж дома, это делать невозможно, то ногу на меня закинет, то ещё что, ну, засыпает и там это. Надо же полежать и расслабиться. Я переставала чувствовать своё тело и дальше концентрировалась на гипофизе, вот как Наташа говорила. И как будто стояла на краю обрыва и падала в объятия к Всевышнему. И там уже происходили такие моменты, которые мне необъяснимы, но я даже иногда слышала фразы, которые имели смысл. фразы, фразы как ребёнка. А саму дочку вот в этих практиках, ну, хотите, верьте, хотите, нет, вот видела каждый раз в разном возрасте, даже видела вот 4-5-летнюю девочку. Вот, ну, то есть это тоже такое интересное. А по поводу принятия себя, по поводу откидывания всего дерьма, которое происходило за весь день, это я прорабатывала каждый день. Я просто анализировала все свои поступки, анализировала, кто как поступил по отношению ко мне, и либо принимала и благодарила за опыт, либо принимала и отпускала. То есть ещё сработала очень большую роль благодарность, потому что очень большое осознание произошло, когда я поняла… Я, кстати, вот анкета «Радикального прощения» сейчас, мне кажется, я тоже много писала анкет на одного человека, мне кажется, что она основана на благодарности, потому что, когда ты понимаешь, что этот человек поступал с тобой так, потому что так было необходимо твоей Душе, потому что сейчас ты такая, как есть здесь и сейчас, вот твоя Душа выросла благодаря тому, что этот человек тебе давал, неважно, плохое это или хорошее. И вот это осознание меня прошибло, и реально обида прошла. И сейчас обижаться на кого-либо, блин, ну вообще бессмысленно получается, что если человек даже делает плохо, взяла ситуацию, проработала, приняла, поблагодарила или приняла и откинула. Всё, есть алгоритм действий, как держать свою голову в порядке и как убирать весь мусор. Муж знает про все эти ваши практики? Конечно. Как относится к этому? Нормально относится. Изначально, вот на первой консультации, когда сказали, что этот вопрос не мужа, этот вопрос чисто мой, он говорит, работай. А для него как бы, ну всегда дочка была здоровая, всегда всё было всегда хорошо. Это у меня какие-то внутренние проблемы происходили. Да, он скептик. Но скептик такой, что, блин, что-то такое есть, потому что что-то происходит. Он-то видит результат, говорит, да, классно. Да, муж скептик. А давайте сейчас вот просто разумно посмотрим на вторичную выгоду от скептицизма в нашем обществе. И вообще о здравомыслии давайте немножко поговорим. Наше общество достаточно скептично относится к инфодайвингу. Ну что там такое? Ребята какой-то ерундой занимаются, да? И при этом не ерундой считается, и даже это почётно, и человек сердечно включается, благотворительность, пожертвования, на те же самые сборы денег, типа на реабилитацию детей. Что происходит на реабилитации? Иногда, да, иногда там действительно ведётся какая-то работа, которая всё равно упрётся в кармический сценарий. Если по сценарию ребёнок болен, значит он болен, ему не помогает никакая реабилитация. Значит, сперва надо разрублить кармическую историю, убрать первопричину, и тогда она поможет. Но как же? Надо, чтобы ребёнок съездил, надо, чтобы на нём проверили новые медпрепараты, работают или нет. Ах, да, они работают. Ну круто, тогда ещё новые проверим. Хорошо, в это время мама может отдохнуть от собственного ребёнка. Она его родила для того, чтобы отдохнуть от собственной кармы. Правильно, она устала передышку. Зачем ей закрывать кармическую историю? Зачем ей осознаваться? Если можно на вторичной выгоде прожить целую жизнь. Только, господа, при этом наше общество врёт себе и забывает о том, что сегодня одна карма не отработана, дальше она идёт, наворачивается, следующая, следующая, потом сам родитель садится в инвалидное кресло. И понеслось. Это клубок. Этот клубок когда-то надо сказать себе «стоп», честно посмотреть себе в глаза и сказать «я сейчас решаю эту проблему, я не буду больше сидеть на вторичной выгоде от болезни своего ребёнка, я начну реализовываться, я начну раскрываться, я начну меняться и действительно совершить действия, которые приведут к осознаванию этого». А практики, которые нужны для осознавания того, зачем вам нужен был больной ребёнок, элементарно просты, лежат в открытом доступе, но, как правило, эти практики, особенно после первых наших консультаций, родители делают принудительно. И вот таких родителей, которые добровольно включились и начали работать, ну, слава Богу, что сейчас становится больше. Вот что ещё самое интересное, я стала слышать свою душу и делать только то, что хочет моя душа. Это тоже очень помогает, очень толкает вперёд. И как-то вот по ребёнку тоже видела результаты. Как только что-то идёт не по моему плану, не так, как я хочу, или я себя как-то в каких-то моментах ужимаю, это идёт во вред ребёнку. Ну, Вероника, вы считаете уже здоровым ребёнком, то есть пойдёт в обычный детский садик, правильно я понимаю? Конечно, да, да. Были ещё вопросы в плане эпилепсии, потому что в детский сад с гемипорезом берут. Вот если там какая-то двигательная активность немножко нарушена, это же не эпилепсия, когда ребёнка судороги с ног валят. Поэтому сейчас эпилепсии нет, закончилась. Поэтому да, обычный детский сад, обычная школа. Что хотите посоветовать другим мамам? Другим мамам душу свою слышать. И в первую очередь заниматься, ну, как бы это ни звучало, но в первую очередь заниматься собой. Потом уделить внимание мужу, а потом ребёнок. Потому что в этой связи ребёнок-мама. И тем более, если есть какие-то вопросы по здоровью, мужья обычно уходят на второй план. Вот, поэтому не сильно хорошо. Спасибо вам, очень хорошее интервью. Спасибо. Всё, до свидания. Это наш первый опыт работы с эпилепсией. И он показывает, что даже из такого тяжёлого заболевания есть выход. Сегодня инфодайвинг демонстрирует результаты абсолютно при различных заболеваниях. У нас в перечне есть ДЦП, эпилепсия уже есть. У нас в перечне есть аутизм, у нас есть умственное отставание. У нас, я не врач по профессии, я всё не перечислю. Есть онкология, есть сахарный диабет. И везде мы пытаемся прорваться вперёд, найти пути, как помочь человеку. Дело в том, что абсолютно любое заболевание, можно даже не знать заболевание. Их может быть целый букет в подсознании, целая связка. Но у них всегда есть ядро, ядро проблемы, ядро болезней. И мы ищем, где, в каких глубинах находится какой тип ядра, как с ним работать, как его удалить, завершить. И в дальнейшем, как сделать так, чтобы удалить изнутри, из человека, сверху, в его теле проявился результат. Результат в виде его выздоровления. Либо бывает и такое, что человек уходит из этой жизни, если он уже попал на поздних стадиях заболевания. Но это всегда гармонично, это всегда решение души, и это всегда освобождение человека из кармы. Завершение гармоничное, качественное завершение его текущей жизни. И как бы это ни звучало антинаучно, антирелигиозно, ещё как-то анти, это факт, это данность. Мы демонстрируем результат, мы показываем, это есть. Можно в обществе продолжать прятать голову в песок, как страус, и говорить, нет-нет-нет, вы всё придумали, это всё неправда. Господа, каждое наше интервью – это настоящая мама, которой можно позвонить, задать вопросы, с которой можно встретиться, и она вам подтвердит. Это живой ребёнок, это настоящая, правдивая жизнь. Сколько можно прятать голову в песок? Спасибо.